Продолжаем служить Шри Чайтанья Чиритам, ведь я безсценному дару Шила Прабху Паде. Продолжение следует... 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 Бедняке весьма поучительно, пишет Шилавра Апара. Сарвагя – это астролог, а бедняк – это который не знает, что он не бедняк. И что случается? Фактически это удрученное состояние у всех в материальном мире. И единственное исключение – это преданные Господа и те преданные, которые уже твердо стоят на двух ногах. То есть они преодолели и чудвежку, то есть вот это желание, ненависть. Вышли с двойственностью и ощущают решимость и счастье, потому что вот это счастье, духовное счастье, оно делает человека спокойным, умиротворенным, добрым по-настоящему к другим живым существам. Описывается 26 качеств Вайшнава. И самое первое качество, которое просто бросается в глаза – это он добр ко всем живым существам. Те, которые неудовлетворены и удручены, даже если практикуют сознание Кришны, они всегда у кого-то находят, чтобы тоже переносить свое удрученное состояние на другого, потому что они по-другому не могут. Вот Шила Прабхата сказал однажды, я пришел сюда, чтобы всех вдохновить, а вы пришли, чтобы всех критиковать, видеть хорошее, вдохновить человека. Это могут только делать стабильные Вайшнавы, которые они по-настоящему добры каждому. Те, которые еще плавают в своих сомнениях и удручены, они начинают свою неудовлетворенность проектировать на другого человека. То есть не могут вдохновить, всегда ищут недостатки, даже независимо от воли человек всегда хочет искать недостатки и не может вдохновить других. Поэтому рекомендуется проповедовать тем, которые ищут достоинства и добры ко всем, а не недостатки. Я помню одну прекрасную лекцию Духовного Учителя, где он объяснял это качество Кришны. Кришна видит самое-самое маленькое служение или достоинство у человека и начинает возводить до небес это. Это очень важное качество. Кришна подает пример в Верховной Личности Бога, что нужно вдохновить, а не наоборот. А не ломать энтузиазм человека. И сейчас вот эту весьма поучительную притчу начал Господь Шичайтани Макрабу, и мы читаем дальше. Астролог спросил, почему ты горюешь? Отец твой был очень богат, но он не открыл тебе, где спрятано его богатство, потому что умер далеко отсюда. Подобно тому, как слова астрологов принесли бедняку весть о принадлежности ему сокровища, Ведицкие Писания дают наставление о сознании Кришны человеку, который хочет выяснить, почему он оказался в бедственном положении. Слова астрологов связали бедняка с его богатством. То есть Ведицкие Писания – это фактически... Это личность, которая может сказать нам, где наше богатство. Подобно этому Ведицкие Писания учат нас, что на самом деле мы связаны со Шикришной, Верховной Личностью Бога. То есть как астролог сказал, что твое богатство имеет место, оно есть, просто ты не знаешь о нем. Отец умер далеко, и ты не знаешь о нем. Ведицкие Писания приходят к нам и начинают учить, что мы вечно связаны с Господом Шикришной, с самым счастливой личностью, самой богатой личностью, самой красивой личностью, самой отреченной, самой знающей. Агвард означает шесть достоинств в полной мере. Самый отреченный, самый красивый, самый знающий, самый умный, самый сильный, самый добрый, самый лучший друг. И качеств Господа, кроме этих шести основных, которые именно составляют слово Бхагаван, тот, кто обладает шестью качествами наивысшей степени, у него у Господа Шри Кришны есть 64 качества, которые ни у кого нету. Даже у Господа Вишну только 60 качеств. Комментарий Шила Браупады. И дает наставление обусловленным душам, напоминаемым о взаимоотношениях, связывающих их с Богом. Кришна проявляет себя во взаимоотношениях с обитателями Вриндавана и во время битвы на Курукшетре, таким образом, чтобы привлечь к себе людей и помочь им вернуться домой к Богу. Кроме того, Кришна говорит Бхагавадгите, что Он владеет всеми вселенными, наслаждается всем сущим и является другом каждого. Если мы восстановим свои изначальные близкие взаимоотношения с Кришной, нашим мукам в материальном мире придет конец. Каждый старается приспособиться к своему бедственному положению в материальном мире, однако наши основные проблемы не решатся до тех пор, пока мы не восстановим близкие отношения с Кришной. Здесь очень важно слово «близкие отношения с Кришной». Верховная Личность Бога очень могущественна, говорит Шила Браупада в одной лекции. И Он настолько могущественный, что может проглотить за долю секунды целые вселенные, говорит Шила Браупада. Ну и что от этого, например, если мы знаем, что Он очень могущественный? А дальше Шила Браупада говорит, нужно идти дальше и установить взаимоотношения с этим Верховным могущественным. Вот это самое важное. И самое важное – это взаимоотношения, при том восстанавливание близких отношений с Кришной, потому что у нас изначально близкие отношения. В этом случае мы сможем решить проблемы страданий, потому что, когда мы приближаемся к Кришне, мы приближаемся к Солнцу. Испаляется вся тьма. Чем дальше мы поднимаемся на самолете, выше, выше, выше туч. И когда мы переходим в такой отдел, где вообще уже внизу все тучи остались, мы видим яркое голубое небо ни одной тучи, и только сияет Солнце. Но это происходит после 10 или 11 тысяч километров. Поэтому, чтобы все страдания остались позади, мы должны подниматься и подниматься, и подниматься. Подниматься на Эверест, на Джамалунгву, высочайший пик горы – это любовное, чистое, преданное служение. И это есть близкие отношения с Кришной. Мы не можем любовно служить кому-либо, в том числе Господу, если у нас нет близких отношений. Мы будем служить так себе, знаете, официально, максимум. Просто для приличия или от культуры какого-то. Но близкие отношения – это означает спонтанное любовное служение, настоящая забота, настоящая любовь. Очень отличается от каких-то официальных отношений с Богом. Ну, помолился, покрестился, пошел в храм, о, Господь, Ты велик, дай мне хлеб насущный. Бери, бери хлеб насущный, ты мой ребенок, ешь. Но грустит Господь, потому что нет близких отношений. Мы только хотим хлеба насущного, который и так Господь дает каждому. Так, продолжается притча. Однако только знание о том, что у его отца было сокровища, недостаточно, чтобы бедняк мог его получить. Поэтому астролог должен был рассказать ему, как найти это богатство. То есть мы сначала получаем знание, что да, есть ведийские писания, где описывается, кто мы, кто Господь, как найти отношения с Ним. Но это недостаточно. Поэтому астролог должен был рассказать ему, как найти это богатство. Как стать близким с Богом. Астролог сказал, сокровище находится здесь, но если ты начнешь копать с южной стороны, поднимется рой, ос и шершня, и ты не добудешь его. То есть нужно точно знать, с какой стороны копать, чтобы добыть из-под земли сокровище. Если ты примешься копать с западной стороны, обитающие там привидения будут так тебе мешать, что ты даже не коснешься сокровища. А на северной стороне живет большая черная змея, которая проглотит тебя, если ты попытаешься выкопать сокровища здесь. Но как только ты выкопаешь немного земли с восточной стороны, твои руки коснутся горшка с сокровищами. Вот здесь уже шилопропадок комментирует достаточно большие комментарии. То, что хотел сказать Господь Шичайтанима Прабу. То есть с северной стороны нельзя, змея проглотит, южной стороны нельзя, и с запада нельзя копать, только с постока. Но как только ты выкопаешь немного земли с восточной стороны, твои руки коснутся горшка с сокровищами, комментарии шилопропадок. В индийские писания, включая Пуран, утверждают, что в зависимости от своего положения обусловленная душа может идти различными путями, к которым относятся карма-канда, гьяна-канда, йогическая практика и бхакти-йога. То есть вот это север-юг, запад-восток – это четыре вида практики. Карма-канда, гьяна-канда, йога, йогическая практика и бхакти-йога. Бхакти-йога – это восток. Карма-канду сравнивают здесь с осами и шершнями, которые просто жалят того, кто ищет у них прибежища. Гьяна-канда – путь умозрительного поиска истины, подобен привидению, вызывающему сильное беспокойство в уме. Йога, мистический метод, сравнивается с черной змеей, проглатывающей людей, которые стремятся к безличной кайвальде. Однако тот, кто встает на путь в бхакти-йоге, быстро добивается успеха. Вот здесь слово «быстро» очень важно, и мы в тексте Господа Шичай Танима Прабху мы это слово увидели. Как только ты выкопаешь немного земли, вот это немного земли – это очень важно. Немного, небольшое количество. И здесь в комментариях Шила Прабхата говорит, иными словами, тот, кто встает на путь в бхакти-йоге, быстро добивается успеха. Совсем нетрудно с помощью бхакти-йоги прикоснуться к спрятанному сокровищу. Есть некоторые проповедники, которые начинают крутить, вертеть, усложнять этот путь бхакти, начинают на одно слово тысячу комментариев давать, целый час говорить и так далее. И все говорят, а, о, это профессор, это нет, это академия. О, мы преклоняемся перед вами. Вы объяснили одно слово, вот, целый час или одно предложение целых три месяца. Нишила Бхакстан в Сарасвате так вот три месяца объяснял первый стих Шимадбхагаватам только ради того, чтобы показать величие Шимадбхагаватам. Он не всегда так делал. Он один раз так сделал, чтобы показать глубину Шимадбхагаватам. Один раз всего. Так, по крайней мере, мы знаем. Он каждый стих три месяца не объяснял, или каждое слово. Один раз он это сделал, чтобы показать высочайшую глубину Шимадбхагаватам. Но есть проповедники, которые просто начинают вот эти выкрутасы, объяснения слов. И что это дает человеку, если человек, он еще не понял, что у него есть душа. И что дает, если мы будем сидеть и целый час слушать, что означает, вот одно слово означает осел или козел. Что означает это? В каком-то словаре это слово означает осел, в другом – козел. И так далее. Но с помощью бхакти-йоги, которая Шила Прабхапада и нашей Ачаре очень ясно, очень доступно для Кали южных людей объяснили, как достичь совершенства. Можно быстро, совсем нетрудно, быстро человек добивается успеха. Поэтому Шила Прабхапада, когда представляет, например, Бхакти Расаммита Синду, Шила Прабхапада представил, как нектар преданности, суть, самую суть Бхакти Расаммита Синду представил. Суть, которой хватит для достижения совершенства. Очень важный момент. Для Кали южного человека суть нужна. Заключение священного писания и при том ясном изложении, потому что ум Кали южного человека не способен поглощаться в подробности. Ему нужно давать суть, чтобы он достиг успеха быстро. Почему быстро? Потому что человек Кали югу нетерпелив, он может доставить практику Бхакти, если не достигает успеха и потерять жизнь. Многие так и поступают. Они, когда не достигают успеха, они говорят, да, это все не работает. Махнули рукой и пошли дальше. Поэтому, если долго-долго человеку как бы самому не понимая вот этот процесс, начинать вот просто желать оставить человека при себе и начинать какие-то невероятные объяснения давать этому процессу, свои спекуляции давать, какие-то показывать какие-то свои способности. Человек может не суметь очиститься, потому что очищаются не таким образом. Дальше читаем комментарии Шила Бхарапада. Это был очень важный момент, поэтому остановился. Все богооткровенные писания, все наставления вед направляют людей к Кришне. О чем он сам говорит в Бхагавадгите 15.15. Видающих сарвайт агам и бабидьо. Поскольку веды предписывают человеку искать Кришну и укрыться у его лотос на стоп, и поскольку ни один из методов, описанных в ведах, кроме предного служения, не позволяет достичь этой цели, человеку следует встать на путь предного служения. Согласно Бхагавадгите 18.55, лишь метод Бхакти способен привести к высшей цели – Бхактямамапиджанатин. Это окончательный вывод веды. Каждый человек, если он серьезно стремится найти Кришну, верховную личность Бога, должен применять этот метод. Вот как объясняет Эташила Бхакстан Сарасвати Таку. Восточная сторона символизирует предное служение Господу Кришне. Южная сторона символизирует кармаканду, то есть всевозможные ритуалы, совершаемые ради материальных плодов. Западная сторона символизирует гьяноканду, метод умозрительных рассуждений. Некоторые считают, что она символизирует ситаканду. Северная сторона символизирует мистическую йогу. Некоторые считают, что эта сторона символизирует еще спекулятивный метод. Только восточная сторона преданное служение дает человеку возможность достичь истинной цели жизни. С южной стороны находится ритуальная деятельность, и людей, занимающихся такой деятельностью, наказывает Яма Раджа. То есть, когда мы углубимся даже по ведам в кармаканду, по ведам есть кармаканда. Ты должен делать это, это, потом это, это, стать семейным, это, рожать детей, делать жертву, работать, предлагать богам это и так далее, жертвоприношение совершать. Ну, быть порядочным человеком. И Яма Раджа потом накажет, скажет, ты был порядочным, хорошо, а сейчас иди и наказание получи. У тех, кто идет этим путем, материальные желания остаются очень сильными. То есть, материальные желания очень сильные. Ну, и что, если я через вед, через кармаканду, через ведические ритуалы исполняю свои желания? Ничего не меняется от этого. Это все является фактически абсолютно не обязанностями души. Это приносит карму, новую карму, новые страдания, новое рождение. Конечно, лучше законно нарабатывать карму, поведом, чем незаконно. Но все равно карма есть карма. Человек фактически запутывается. У тех, кто идет этим путем, материальные желания остаются очень сильными. Потому что результат применения этого метода сравнивается с осами и шершнями. Осы и шершнями корыстной деятельности, жаль на там условленную душу. Ей приходится влачить мучительное материальное существование, жизнь за жизнью. То есть, постоянно вот мы за морковку трудимся и постоянно в этом процессе страдаем. Как осы и шершнями корыстной деятельности. Потому что мы работаем ради какой-то выгоды. Выгоды для своего тела, грубого или тонкого. Выгоды для своей семьи. Выгода для кого-то. Выгода. Постоянно корыстная деятельность. Поэтому мы постоянно страдаем. С помощью этого метода невозможно освободиться от материальных желаний. И обусловленной душой приходится влачить мучительное материальное существование, жизнь за жизнью. С помощью этого метода невозможно освободиться от материальных желаний. У живого существа всегда сохраняется склонность к материальным наслаждениям. Поэтому круговорот рождения и смерти продолжается. И вечная душа подвергается нескончаемым страданиям. Метод мистистской йоги сравнивается с черной змеей, которая проглатывает человека и губит его своим ядом. Высшей целью системы йоги является слияние с абсолютом. То есть душа абсолютно не связана с кармакандой, поэтому будет мучительно рождаться и страдать. И сейчас мистистская йога, душа вообще с этим тоже не связана. И высшая цель этой мистистской системы йоги – это слияние с абсолютом. Это означает прекращение собственного индивидуального существования. То есть ты забываешь, что ты индивидуальная душа, просто все забываешь. Но духовная искра частицы Верховной Личности Бога обладает вечным индивидуальным бытием. Бхагавадгита утверждает, что индивидуальная душа существовала и в прошлом, и существует в настоящем, и будет существовать, как индивидуум в будущем. Поэтому пытаться слиться с абсолютом противоестественно, и значит это пытаться убить свою душу, уничтожить свое естество невозможное пришедшего к Алпаду. То есть человек хочет забыться. Вот я хочу забыть в медитации «Кто я? Что я?» Просто хочу забыть. И уничтожить свое естество. Но это невозможно. Якша, хранитель сокровищ, не даст никому завладеть и насладиться ими. Этот злой дух принесет искателю богатства одни беспокойства. Смысл этого сравнения в том, что преданный должен полагаться не на материальные ресурсы, а на милость Верховного Господа, который дает человеку истинную защиту. Ну, некоторые думают, сейчас я денег заработаю, потом спокойно буду практиковать бакцию. Деньги заработаю, на пенсии буду заниматься бакцией. Но никто не знает, мы достигнем до пенсии, или завтра что будет. Никто не знает. Хотя человек планирует, успокаивает себя. Вот, все там. Завтра, 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 послезавтра, через месяц, через год, через два, через три, все будет хорошо, потому что у меня план такой, что вот все я достигну, потому что вот все улажен, налажен. Но на самом деле это завтра может не наступить. И преданный должен полагаться только на милость Верховного Господа, который дает человеку истинную защиту. Это называется Ракшиша-Тити-Вишваса, или в бенгальских стихах Бхакти-Вино-Такура из его Шаранагати. Предавшаяся душа должна понять, что ее истинным защитником является Кришна, а не материальные приобретения. Материальные приобретения один миг мы можем потерять. Но если я предаюсь Кришне сегодня, а не завтра, сегодня же, как я предаюсь Кришне, с этого мига я буду под защитой Кришны, потому что он видит, что я реально, искренне предался. Кришну обмануть нельзя. Он видит, я предался или просто сказал, что я предаюсь тебе. Его защита – это реальная защита. Это не просто теоретическая какая-то вещь или понятие. Дальше читаем комментарий Шила Прабхапада. «Принимая во внимание все это, следует признать, что предное служение Кришне – настоящая сокровищница живого существа. Когда человек достигает уровня предновослужения, он обретает сокровище общения с Верховной Личностью Бога. Того же, кто лишен предновослужения, заглатывает черная змея йоги или кусает осы и шешне-эгостийской деятельности. И он вынужден страдать от мирских невзгод. Иногда живое существо, ошибочно считая себя равным Верховной Личностью Бога, пытается раствориться в духовном бытии. Такая душа, даже поднявшись на духовный уровень, не обретает покоя и будет вынуждена вернуться к материальному существованию. В Шимад-Бхагаватам 10, 2.32 сказано, знаменитый стих, Такие люди могут стать саняси, но пока они не укроются под сенью лотосный столб Кришны, они будут возвращаться на материальный уровень и заниматься благотворительностью. Так человек утрачивает свои духовные достижения. Вот что значит быть проглоченным черной змеей. То есть человек думает, что он освобожденная душа, но это тоже обман Майи. Ну, отречение принял, заняси принял. Думает, что он освобожден. Но на самом деле, пока он не полюбил Бога и не стал реально на такой уровне, что человек реально в свои близкие отношения с Кришной имеет, то есть не стал заниматься чистым, преданным служением, бескорыстным, беспреместным преданным служением только ради удовольствия Кришны, а не ради себя, своего возвеличивания или своих эгоистических чувств. Человек не сможет, он все равно оставит свои занятия, будет круговороте рождения смерти. Это самообман. То есть мы не можем та любовь, которая у нас в сердце, мы не можем направить на материальный мир и достичь совершенства. Мы будем страдать очень сильно и сейчас, и потом. Любовь, которая у нас в сердце есть, всегда, она вечно есть, душа всегда в любви и хочет любви. Мы должны направить на правильный объект Кришну и его преданных. Потом мы будем очень сильно страдать. И сейчас, и потом. Поэтому бхакти-йога означает чистая бхакти-йога на самом деле. Оно решает все вопросы. Вот именно тогда Кришна обращает внимание на вот такого искреннего и серьезного преданного, видя, что он стремился, стремился и достиг именно чистого бхакти-чистого преданного служения ради Кришны. И оставил йогу, карму, гьяну и все ухищрения, все методы самообмана бхакти-йога это цель искреннего и серьезного преданного достичь любовного преданного служения Господу. И никто не может помешать такому человеку, потому что сам Кришна помогает искреннему и серьезному практиканту. Спасибо, дорогие преданные. Мы продолжим дальше. как сможем мы прочитали 126 стиха по 135 стихе. Вся слава Шили Прабхаде. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова